Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в программе. Очередной прием граждан провел глава Карачаева Черкесии. С какими вопросами обратились жители и какие решения на месте же были приняты. За этим ученическим столом будут сидеть отличившиеся в учебе и иных мероприятиях школьники. Сегодня в 17-й гимназии Черкесии открыта парта Героя Баташева. Сотни саженцев клена и ясеня посадили в рамках акции «Сохраним лес» в Зеленчукском районе. Мероприятие приурочили к столетию Карачаева Черкесии. В гостях у четвероногих стражей правопорядка с работой кинологов познакомили школьники, волонтеры Центра культурного развития имени Юрия Гагарина. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов провел прием граждан. Вместе с членами правительства обозначили пути решения поднятых вопросов и сроки завершения. Так, к 1 апреля 2023 года будет построено почти 12 километров водопроводных сетей в селе Псемен Урупского района. До конца следующего года в ауле Вакожеле будет построена открытая спортивная площадка с тренажерами и зоной раздевалок. Многоквартирный дом в Черкесии по адресу Умар-Алиева 20А включен в программу капремонта, что предполагает ремонт подъездов и благоустройство придомовой территории. К 1 сентября 2023 года будет завершен капитальный ремонт школы поселка Эльбрусский. Многоквартирный дом в Черкесии по адресу Красноармейская 63 включен в программу капремонта, в рамках которого будет заменена кровля на шатровую. До конца 2024 года будет построена врачебная амбулатория в селе Джага. И сегодня же Рашид Тимрезов провел первое заседание оперативного штаба Карачаева Черкесии по реализации мер, предусмотренных указом президента России от 19 октября, связанных с обеспечением безопасности и координацией работы органов госвласти и правоохранительных структур, органов безопасности, военкомата, погранслужбы, МЧС, ресурсоснабжающих организаций. Рашид Тимрезов подчеркнул, что ситуация в Карачаево-Черкесии стабильная и находится в группе регионов, в которых действует режим базовой готовности. Это подразумевает актуализацию комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и жизненно важных объектов, а также согласованность действий республиканских властей и территориальных подразделений федеральных структур в случае необходимости. Глава региона поблагодарил руководителей всех взаимодействующих структур за совместную работу, результатом которой является спокойная общественно-политическая ситуация. Вместе с тем он подчеркнул, что оперативный штаб наделен особыми полномочиями по принятию оперативных решений, поэтому нужно четко, а главное заблаговременно реагировать на любые проявления той или иной угрозы, объединяя экономические и социальные ресурсы и возможности органов правопорядка, военкоматов и органов безопасности. 19 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, принял ряд важных решений, которые касаются противостояния угрозам национальной безопасности. Своё мнение, позвученным главой государства тезисом, высказал председатель правления ветеранов Афганистана в Карачаево-Черкесии и сам АмЧУЭФ. Как офицер спецслужбы хочу сказать следующее, что абсолютно правильный шаг объявления военного положения в этих четырёх регионах России, которые стали новыми нашими регионами и только таким образом можно, во-первых, на мой взгляд, сократить потери. Во-первых, очень много гражданского населения, то есть нельзя сказать, что они бродят, но ходят абсолютно бесцельно. Во время военного положения, соответственно, будет много что запрещено. Соответственно, это раз, во-вторых, и ответ будет совсем иной для той стороны, которая подвергает опасности наш народ, который присоединился в четырёх новых регионах. Соответственно, президент, я думаю, как после Крымского моста, ответ же был сразу же получен, ими достойный. Поэтому однозначно будет достойный ответ, так как они уже трогают наши регионы. Герои Отечества становятся ближе. Сегодня в 17-й гимназии Черкеска состоялось открытие парты героя с именем нашего земляка, лётчика Аса, героя России, Канамата Хусеевича Баташева. С торжественного мероприятия. Фатима Даурова. Патриотический проект единороссов парта героя – это ещё одна форма высказывания признательности и почтительности к героям Отечества. В каждом населённом пункте, каждой школе есть герои, которых помнят, и к этой памяти относятся бережно. Одним из таких стал генерал-майор Канамат Баташев, посмертный подвиг которого сохранил жизни российских бойцов. В 17-й гимназии почтили память лётчика решением установить парту имени героя. Считаем своим долгом, чтобы молодое поколение, учащиеся, знали своих достойных героев не только малой родины, но и нашей большой России. На примере Канамата Хусеевича Баташева – герои России. Мы гордимся нашим земляком. Ученики школы подготовили для гостей мероприятие творческий сценарий, в котором со всех сторон осветили профессиональный путь знаменитого земляка. Личными воспоминаниями с присутствующими поделился родной брат героя России Мурадин Баташев, который был приглашён на открытие. Он рассказал о юных годах старшего брата, о его способности добиваться высоких результатов в своём поприще – железной воле к победе. Припоминаются его слова, дивизии его жизни. «Если ты хочешь чего-то достичь, то надо иметь желание и железную волю». Вот он и соответствовал. Он любую поставленную себе цель он достигал, несмотря на любые трудности. Это был дивизий его жизни. Обычная ученическая парта, на которой разместилась информация о лётчике Канамате Баташеве, вошедшем в историю Отечества своим самоотверженным подвигом, теперь будет украшать музей школы. И каждый желающий сможет поближе познакомиться с биографией героя нашего времени. У меня проснулась очень большая гордость за свою школу, то, что именно в нашей школе поставили парту героя. Моим ровесникам и вообще учащимся гимназии номер 17, я думаю, это придаст большую гордость и толчок к патриотизму. Я думаю, что после такого у них точно проснётся гордость за свою родину, за свою страну и за свою республику. Как раз для этого и создан проект парта героя – показать положительные примеры, на которые можно и нужно равняться, научить уважать историю своей страны и своей малой родины. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Настало время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах минус 2, минус 7, а днём 9-14 со знаком «плюс» и местами 3-8 градусов тепла. В Черкесске переменная облачность без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-4, а днём 11-13 градусов тепла. Вы её ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждём вас! Кавказская 42, троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя «Черкесск», улица Горького, 8. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Дабы поколениям грядущим было о чём слагать стихи, с чего писать картины, за что нас благодарить. Карачаево-Черкесия уже по сложившейся доброй традиции включилась в ежегодную всероссийскую зелёную акцию «Сохраним лес». Для центрального мероприятия акции в этом году была выбрана территория, входящая в состав Зеленчукского лесничества. Ахмат Халкечев продолжит. Акции «Сохраним лес» часть федерального проекта «Экология». В этот день в рамках центрального мероприятия акции, для которой выбран Зеленчукский район, была запланирована высадка 500 саженцев клена. Но так как мероприятие приурочено ещё и столетию Карачаевой-Черкесии, к этой знаменательной дате решили дополнительно посадить партию из 100 саженцев и осенья. У нас с 15-го числа началось проведение акции. Это и в муниципальных районах проводятся небольшие высадки, но основное количество саженцев высаживается именно на землях лесного фонда. Это акция центральная. Здесь мы уже весной проводили высадку. Вот эти саженцы, которые на местах, это саженцы, которые мы высадили в рамках акции «Сад памяти» в апреле текущего года. Для лесовосстановительной акции выбрали солнечный склон балки Нарзан-Лакулак на южной окраине аула Хозелоктябрь. При выборе места для посадки молодых саженцев решающими критериями стали природно-климатические условия. Как выяснили специалисты Ресульканского министерства природных ресурсов и экологии, для клена и осеня они здесь самые идеальные. Они маловаты у нас вообще. Ценность, как она... Порода очень хорошая, но её мало у нас. Поэтому мы решили увеличить площади. Ещё на этом же участке в ближайшее время будут высажены 2500 деревьев различных пород. В качестве волонтёров, помимо сотрудников самого Министерства природных ресурсов и экологии, к лесовосстановительной акции активно вовлеклись ещё и работники Зеленчукской районной администрации, коллективы предприятий, активисты общественных организаций и студенты Аграрного института СКГА. Как настроение, как акции? Всё хорошо. Акция вообще шикарная. Почаще бы такие. Лесов всегда мало. Деревья вырубают, что в городе, что во внешней среде. Нужно постоянно восстанавливать их. Вот мы этим и занимаемся. Это очень и полезно, и приятно, как минимум, душе человека. А что сегодняшний ваш труд даст грядущим поколениям грядущим? Грядущим поколениям даст зелёную планету. В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в Карачаево-Черкесии запланировано 22 лесовосстановительных мероприятия. В общей сложности планируется высадка свыше 14 тысяч саженцев. Ахмар Халкетчик, Расул Бердеев, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. В начале октября в Карачаево-Черкесии стартовала информационная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди молодёжи республики. А сегодня в здании филиала Ростовского государственного экономического университета со студентами, расположенных в черкесской образовательных учреждениях, встретились представители регионального отделения пенсионного фонда. Открытый урок провела заместитель управляющего Ирина Тамбиева. Она отметила, что необходимо формировать принципиально новый менталитет пенсионной культуры, когда каждый человек с первых дней трудовой деятельности заботится о своей будущей пенсии и не рассматривает её как государственное социальное пособие по старости. Девиз этой кампании с года в год – это твоя будущая пенсия зависит от тебя. К началу учебного года Пенсионный фонд России готовит и выпускает новое учебное пособие для старшеклассников и учащихся средних и высших учебных заведений, которое ежегодно перерабатывается с учётом изменений в законодательстве. С октября месяца и до конца текущего года будут проводиться вот такие уроки пенсионной грамотности во всех учебных заведениях страны, где вот таким же молодым учащимся будут разъясняться азы пенсионной системы. Школьники, волонтёры Центра культурного развития имени Юрия Гагарина Черкеска посетили Центр кинологической службы МВД по Карачаево-Черкесии. Дети своими глазами увидели деятельность этого важного подразделения и умения служебных собак. Экскурсия была организована ветеранами МВД. С работой кинологов познакомился и наш корреспондент Алихан Лепшоков. «Это прекрасная возможность подрастающему поколению поближе познакомиться с нашим Центром кинологической службы», отмечают ветераны МВД по Карачаево-Черкесии. В ходе экскурсии ребята ознакомились с условиями содержания четвероногих стражей правопорядка. Особый интерес у школьников вызвал щенятник, где находятся самые маленькие помощники полицейских. Подобные мероприятия позволяют детям наглядно изучить деятельность наших кинологов, подчеркивают организаторы экскурсии. С планом работы Совета ветеранов МВД Карачаево-Черкесской Республики мы проводим ознакомительные мероприятия с работой кинологической службы МВД Карачаево-Черкесской Республики. Здесь присутствуют ученики восьмых классов города Черкеска. В рамках патриотического воспитания молодежи сотрудники кинологической службы сегодня рассказали, как построена их деятельность, какие мероприятия, как проводятся. Школьникам также рассказали о методиках дрессировки и особенностях работы со служебными собаками. Полицейские кинологи продемонстрировали на практике детям навыки их четвероногих напарников по поиску взрывчатых веществ и обнаружению наркотических средств. Ребята задавали свои интересующие вопросы кинологам о работе подразделения и с особым интересом наблюдали, как собаки умело выполняют все поставленные задачи. Сегодня я увидел большое разнообразие собак, начиная от щенков, заканчивая большими уже собаками. В основном это были немецкие овчарки, естественно. Увидел большую собаку Алабарина, мне очень понравилось. С их большим нюхом, ну не большим нюхом, а довольно развитым, больше чем у человека, они очень полезны, помогают в обществе, спасают людей. Мы прививаем патриотизм детям. Здесь общее ознакомление, они много интересного для себя узнали, как проводят обучение, как собаки находятся здесь. Ну, детям всем понравилось. Также дети посетили лечебницу для служебных собак. В завершение ребята поблагодарили сотрудников Центра кинологической службы МВД за интересную экскурсию. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Хороших вам выходных и всего доброго.